После трех месяцев без воды в разъезде Родина Каменского района появилось стабильное водоснабжение. Крупный торговый центр был наказан штрафом за слив нечистот в реку Обь. Бывший сотрудник МЧС после вмешательства Народного фронта получил долгожданный протез и таких решенных проблем тысячи. Помогать жителям края фронтовики продолжат, но стоят и другие задачи. Это распространение действия Народного фронта на все районы Алтайского края. Мы уже присоединили к себе Бийск, Камень на Аби, Рубцовск. Вот потихоньку будем выезжать. Второе – это развитие, донесение идей Народного фронта до населения. Развитие молодежного направления, потому что это достаточно мощное, перспективное направление нашей молодежки. Изменится и работа самого штаба. Он будет представлять региональное отделение во всех районах. Штаб усилят экспертами. Сегодня в его состав вошли 16 новых людей, и каждый будет работать по своему направлению. У нас очень много вопросов возникает по выплатам, наследственные дела. Не скрываем о том, что имеют такая проблема, особенно споры между родственниками, споры именно по недостающим выплатам. В настоящий момент у меня просто за 4 дня 17 вопросов. 17 вопросов – это от граждан, не только от самих участников СВО, но и от их родственников. То есть возникают, естественно, там определенные трудности. Мы добились лицензирования программы, связанной с пилотированием. Поэтому у нас выстроена широкая линейка по подготовке пилотов, начиная со школьного возраста. Константин Гирш будет заниматься патриотическим направлением. Он давно выступает с благотворительными концертами авторских песен. Теперь появится возможность расширить свои гастроли. Больше возможностей, вот это самое главное, поехать за ленточку, к примеру. Для меня и для моей команды это очень тяжело с кем-то решить какие-то административные моменты. Ну а здесь уже налажен контакт с другими регионами. Координаторы волонтерских движений сегодня получили нагрудные знаки и благодарственные письма, как признательность за работу. К примеру, группа «Умельцы фронту» на 3D-принтерах. Выливает различные элементы, которые используют бойцы на передовой. Планы направления все для победы, масштабные. Прежде всего, наладить работу с производственниками. Буквально завтра я забираю первый рэп, который произведен в городе Барнауле. И отправляем их нашим бойцам из 35-й дивизии. Поэтому для меня, конечно, это одна из первоочередных задач сейчас помочь производителям выйти на официальный именно уровень. И еще одна важная задача направления – поставка автомобилей и мототранспорта на фронт. Все 16 новых представителей штаба скоро начнут активную работу, основная цель которой – делать жизнь граждан лучше, будь то за ленточкой или в тылу. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком.